Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 января, день Анисии, назван в честь святой мученицы Анисии Девицы. Она дочь богатых христианских родителей, воспитавших ее в страхе Божьем. Добродетелями она возрастала скорее, нежели летами. Родители скармливали ее более истинными верой и благочестием, нежели молоком. Исполненная Духа Божия, она обладала воистину ангельским нравом, лицо же ее светилось несравненной красотой. Будучи весьма богатой, она приняла добровольную нищету, а затем была убита нечестивыми. Сегодня отмечают день Анисии зимний. Унисии желудочницы, как правило, он бывает очень холодным. Потому и говорят, не проси у Анисии тепла, потому что холода пришли. Также было принято молиться, чтобы получить излечение от желудочных хворей. Сегодня принято ходить в гости, на столе обязательно должны быть разносолы, свиная требуха, грибы. В это время резали свиней, гусей, варили свиную требуху. При этом брали свиную селезенку, печень и гадали, какая будет зима. Если селезенка гладкая, зимой будут сильные морозы. Если селезенка к спинке более толстая, то морозов жди в конце зимы. Если печень в центре толстая, морозы начнутся совсем скоро. Если широкая только со стороны брюшка, морозы продержатся до самой весны. Сегодня на Анисию существовала традиция варить свиные желудки. По ним тоже гадали. Найти на Анисию платок, лежащий на дороге, признак наведенной порчи. Поэтому сегодня не принимают никаких подарков от незнакомых людей. Также опасались встречи с нечистой силой. Приметы. Если на Анисию дует ветер с юга, год будет урожайным. А лето теплым. Западный ветер. В реках будет много рыбы. Если идет снег, к дождливому лету. Если воробей громко чирикает, жди скорой оттепель. Если днем ясно, скоро наступит потепление. Ввязать, прясть или шить на Анисию к несчастью. Увидеть сегодня сон, связанный с землей, к смерти. Если снится свадьба или поцелуй, к семейной ссоре. Если сегодня вечером встать на перекресток и громко произнести имя больного человека, он вскоре выздоровеет. На Анисию не солят пищу, чтобы не накликать на себя беду. А вот обращается внимание на второстепенные особенности процесса странения. А что это за второстепенные такие особенности? Это как правило человека запутывает, причем преднамеренно запутывает, бесконечным количеством диет и методов сброса веса. То популярно там американская, то популярно белковая, то популярно кремлевская, то популярно безжировая, то популярно безуглеводистая, то еще какая-то и так далее. Все это занимает определенное время После которого После этой диеты Надо возвращаться к обычной жизни То есть к привычному питанию А главное Прежним пищевым пристрастием И застольем Которые так широко У нас приняты Без застолья Жизнь Не в радость И вот тут-то Все что было сброшено с большим трудом Быстро Порой невероятно быстро возвращается А потом еще добавляется Сверх этого и новые Килограммы Следует ли этим делом заниматься Вообще В процессе Стройности следует уважать Особенности собственной индивидуальной Конституции Какая пословица существует Худая корова не будет выглядеть Стройной как лайн Согласитесь с этим Если могучее телосложение Человек просто может обрести Свою форму тела В этом большом Могучем телосложении Но не стать какой-то там Худышкой Которая сейчас модно Там 90-60-90 У каждого человека Своё собственное Идеальное телосложение И вот к нему-то и надо стремиться Именно оно Дает состояние Полноты Ощущения здоровья А отклонение От идеальных параметров В угоду Моги Или чему-то Либо другому Вызывает Внутренний дискомфорт Накопление Внутреннего Негатива А потом Прорыв его В виде того Или иного срыва Как право Пищевого срыва Или эмоционального Значит Человек переедает Настроение у него плохое Депрессия И прочее Зачем Надо Такое Постройнение Стройнить надо Так Чтоб это Укрепляло здоровье А не разрушало его И не приносило Дальнейший вред Ах сколько Этого вреда Приносят Следование Различным Глупым Бездумным Диетам Процесс Нормализации Массы Тела Многогранен И должен Приносить вам Удовлетворение И даже радость И это Запомните Неоднократное Мероприятие Определенный Образ жизни До его Самого Конца Это И вкусное Питание Ведущее Сброс Нормализацию Закреплению Веса На Наилучших Для вас Показателя Это И достаточно Общая Физическая Активность Которая Позволяет Поднять И нормализовать Обмен Веществ Дополнительно Нужна Специальная Физическая Нагрузка И упражнение Которое Позволяет Сбрасывать Жир С тех Или иных Проблемных Частей Тела Живота Ягодиц Бедер Подмышек И прочего Это И разного Рода Процедуры Мероприятия По поддержанию Себя В прекрасной Духовной И физической Форме Это Разного Рода Очищения Водные Банные Процедуры Профилактические Голодания И многое Иное Важно Понимать С чем Человек Столкнется При Нормализации Массы Тела С чем Он будет Бороться Оказывается Главное В процессе Нормализации Массы Тела Это Самодисциплина И Самоконтроль Это Надо Выработать В первую Очередь А это Уже Работа С сознанием Со своими Привычками И не только Пищевыми Привычками Это Уже Работа С чертами Характера И даже Мировоззрением Вам Надо Изменить Мировоззрение Чтоб Вы Не думали Что Вы живете Для того Что Вы Есть На самом Деле Вы Едите Для того Чтобы Жить Красивой Полноценной Здоровой Жизнью Процессы Которые Вы Самореализуетесь И растете Как Духовная Личность Восемнадцатые Лунные Сутки После Предыдущего Мощного Дня Эти Лунные Сутки Несут Спад Энергии В теле Мало И это Располагает К пассивности И Подражанию Замечено Что Наш Внутренний Мир Проявляется Через Отношение К миру Внешнему И если Мы Испытываем Зависть Огорчение И другие Негативные Эмоции Виноваты В этом Мы Сами А не Окружающие Осознание Это В отражении Прекрасный Повод Для Работы Над Собой Энергия Сейчас Располагается В области Половых Желез Почевого Пузыря И Прямой Кишки Это Удачное Время Для Выполнения Отчетительных Клизм Особенно Если Имеется Высыпание На Коже Что Касается Питания Это Сегодня Воздержитесь От Соленой Пищи Двигательная Активность Нормальная 19 Лунные Сутки Энергетика Этих Суток Считается Тяжелой Что Выражается В склонности К легкому Обращению И склонности К порочным Действиям Именно Поэтому Символика Этих Лунных Суток Связана С Пауком И Паутиной Сегодня Важно Думать Прежде Чем Что То Предпринимать Избавьтесь От Самообмана И Гордыни Хорошо Попросить Прощения Активность Организма Сосредоточена В области Поясницы И Хрестца Можно Самостоятельно Размять Эту Область Стереть Масло Сегодня Полезно Посидеть Открытого Огня И Посмотреть На Него Огонь Сжигает Негатив Питание Должно Быть Обычным Злоупотреблять Специями Не следует Двигательная Активность Нормальная